Всем привет! С вами Олег Завадский и программа Спортлайф. В ближайшие 10 минут самые яркие события спортивной жизни Брестка области. Начинаем с футбола. Брестская Динамо отчаянно пытается засыпиться за зону Еврокубков. Однако с каждым туром сделать это становится все труднее. Бороться за зачетные баллы приходится с лидерами чемпионата, да и конкуренты наступают на пятки. В недавнем домашнем матче брещане на своем поле принимали борисовские Боте. Подробности в нашем сюжете. Матч Динамо-Боте был определяющим для обеих команд. В случае победы динамовцы оставались в борьбе за призовую тройку, а брестсовчанам три балла практически гарантировали очередное чемпионство. В первом тайме преимущество было на стороне брестских динамовцев. Они активно начали встречу и уже на 14-й минуте лучшим бомбардиром турнира Павел Савицкий открыл счет. Динамо продолжила играть первым номером, упустив еще несколько хороших моментов. Боте рассчитывал на контратаки, правда до ударов в створ брестских ворот дело доходило крайне редко. А вот после перегрыва сюжет поединка поменялся кардинально. Гостям очень быстро удалось сравнять счет. На 48-й минуте после розыгрыша углового Егор Филипенко головой отправил мяч в динамовские ворота. Игра пошла на встречных курсах со взаимными шансами на успех. Более 8 тысяч болельщиков и фан-сектор брестского клуба помогали команде атаковать. Динамо создало несколько опасных моментов, но после ударов Савицкого и Хавленко свою команду спас голкипер Боте Денис Щербицкий. Были моменты и у Борисовчан. После одного из них мяч попал в штангу ворот Александра Гутера. А джокером для гостей в этой игре стал Максим Скавыш. Выйдя на замену во втором тайме, он вновь помог своей команде переломить хоть встречи в свою пользу. А в компенсированное арбитром время уже Игорь Стасевич, красиво пробив со штрафного, подвел черту в этом матче. 1-3 в пользу Боте. Футболу надо забивать гол. И это нам показал соперник Боте Борисов. Там не знаю во сколько ударов, но все удары пошли на ворот. И мы много-много ударов, и все обок. Пошло-пошло. Поэтому мы сегодня проиграли, потому что наша реализация была плохая. Боте уже может начинать праздновать очередное чемпионство. Команде достаточно набрать всего одно очко в оставшихся четырех матчах. А Динамо, похоже, придется распрощаться с Еврокубками. Как минимум на один сезон. Оттачивая свое мастерство и юные каратисты. В 33-й школе Бреста тактику ведения боя им показывал один из лучших сенсеев Казахстана. Чему научились юные спортсмены во время открытого урока, узнаем прямо сейчас. Обмен опытом и оттачиванием мастерства. Вот главные тезисы визита в Брест одного из лучших постсоветских сенсеев. Так, кстати, в Японии вежливо называют учителей. Таджи Мурата, Найзабекова из Казахстана. На протяжении двух дней в 33-й школе Бреста он проводил мастер-классы. Ставил базовые движения и показывал тонкости ведения боя. Для того, чтобы лично встретиться с известным мастером, увидеть эксклюзивную в своем роде технику пришли от мала до велика. Самому младшему 5 лет, а самому старшему 58. Всего же на таких своего рода открытых уроках за два дня побывало более 170 человек. Видно, что они хотят понимать и хотят впитать это в себя. И это очень важный момент, это очень важный критерий для того, чтобы состоялся диалог между сенсеем и сенпайом, то есть учителем и учеником. Это очень важные моменты. И я сегодня увидел, что белорусская школа, она очень на хорошем уровне. И самое главное, она готова работать и тренироваться, и самое главное, побеждать. Были среди участников и хрупкие, на первый взгляд, девочки, которые только недавно стали изучать это боевое единоборство. Казалось бы, не их вид спорта, но маленькие каратистки в один голос говорят, заниматься очень нравится. У меня тут очень много друзей, и очень тут хорошо. Когда первый раз я пришла сюда, то мне очень понравилось заниматься каратэ. И поэтому я осталась. Тренировки пролетели на одном дыхании, и теперь в планах организаторов. Приглашение в Брест известного японского сенсея, а также общие тренировки белорусских и казахских спортсменов. Совместные сборы. Вместе они планируют готовиться и к Кубку мира, который через год пройдет в Москве. Рассчитывают только на победу. А юные брестские художницы на международном турнире в украинской Виннице завоевали шесть медалей, четыре золотые и две бронзовые. Однако долго радоваться своим успехам девочки не привыкли и уже готовятся к новым турнирам. Обратная сторона детской художественной гимнастики в нашем сюжете. Эти милые девчушки уже понимают, чтобы стать чемпионками, в первую очередь нужно качественно работать шесть дней в неделю, быть настойчивыми, трудолюбивыми, стараться постоянно совершенствоваться и обязательно прислушиваться ко всем указаниям любимого тренера. Иоанна, ты можешь натянуть руки так, как надо. Покажи, пожалуйста. Тренер-преподаватель Олеся Довгалюк работает с юными чемпионками уже четвертый год. Говорит, все дети разные. Одни схватывают все на лету, другим нужно все детально пояснять. Каждый ребенок индивидуален, то есть у каждого есть своя личность, у каждого свой характер. Здесь надо постараться найти подход, потому что сейчас у некоторых возникает кризис, они решают, надо им вообще этим заниматься или не надо. Некоторые, конечно, устав от нагрузок и высоких требований, бросают художественную гимнастику, думая, что угнаться за мечтой просто не получится. А многие остаются, продолжают бороться и с собой, и с соперницами. Вот такой вот естественный отбор. Не все понимают, что такое художественная гимнастика. Некоторые просто не сталкиваются с этим, что это все-таки трудно. Во-первых, это растяжка, это детям больно, и поэтому по итогу их уже к старшему возрасту доходит относительно немного. Но мы стараемся их сохранить, как бы удержать, чтобы как-то возродить все-таки нашу школу в Бресте. Брестская школа, как и раньше, воспитывает победительниц международных турниров. Пусть пока еще детских, но призовые места от этого свой статус не теряют. Выступление этих художниц на международном турнире в украинской Виннице тому яркий пример. Среди огромной конкуренции было более 450 участниц. Брещанки завоевали 4 золотые и 2 бронзовые медали. Результат впечатляет. А Виктория Пахальчук стала абсолютной победительницей турнира. Однако долго радоваться своим успехам девчонки не привыкли. Тренировки превыше всего, ведь впереди новые турниры. Тем более, что и до главной мечты еще очень далеко. Какой именно? Самыми сокровенными секретами юные чемпионки делятся с неохотой. Я мечтаю достигнуть новой цели, чтобы что-то новое научиться делать. Я хочу добиться всего. Стать олимпийской чемпионкой, быть самой лучшей. У некоторых была новая программа, ее нужно было отработать. И вот был такой первый старт. Это, конечно, было для них волнительно, потому что мы еще не выступали с этой программой. Кто-то справился со своей задачей, кого-то волнение все-таки победило. Ох уж это волнение. Как всегда, не вовремя. Обида, слезы, переживания. Злость на себя за то, что все могло быть лучше. Похоже, именно так становятся чемпионками в художественной гимнастике. Именно становятся. Идут на тренировку. И до боли в ногах и руках отрабатывают элементы. А как иначе? Все хотят всего и сразу. А у нас всего и сразу, в принципе, не бывает. Именно те дети, которые привносят всю себя в этот вид спорта, то есть их горят этим, у которых есть желание в глазах, они ничего-то добиваются. Художественная гимнастика, пожалуй, самый изящный женственный вид спорта. Невероятно красивый и при этом невероятно трудный. Как и в любом виде спорта, без поражения здесь не бывает побед. А путь к ним проходит через слезы и боль. Шаг за шагом они идут за победами, показывая безграничные возможности человеческого тела. Впереди у этих девчонок чемпионат страны. А это возможность попасть в Минскую школу гимнастики. Открыть новую страницу своей чемпионской истории. И в заключении поговорим о гандболе. БГК имени Мешкова на своей площадке сыграл против македонского вардера. Главное событие матча в нашем сюжете. Действующий победитель Сеха Лиги, македонский вардер, прибыл в Беларусь очень ограниченным и резервным составом. В заявке гостей было только 11 гандболистов. Однако начало матча осталось за гостями. Манула Каденесу первый тайм-аут пришлось брать уже на пятой минуте игры. К 18-й минуте Брестская команда уже имела комфортное плюс 6, в перерыву увеличив преимущество до 10 мячей. 19-9. Во второй половине поединка испанский специалист дал шанс резервистам БГК. Они сумели этот запас не только сохранить, но и приумножить. Вардер потерпел чувствительное поражение со счетом 35-20. На этом все. С вами был Олег Завадский. Смотрите нас на сайте www.trkabdes.by и в социальных сетях. Живите спортом, берегите себя. До встречи на спортивных площадках. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова